Продолжаем наш видео урок. В этом видео уроке я расскажу, как создается анимация в программе. Итак, смотрим. Выделяем красной этой черточкой, не выделяем, эти три фотографии. Дальше мы что берем, делаем. Нажимаем создать выбор как. Дальше выбираем, это я в Камтазе программе делаю, ставлю название и сохраняю. Я это для чего делаю? Для того, чтобы понять, как работает у меня видеофрагмент. Программа сохраняет этот фрагмент. Теперь я включаю этот видеофрагмент, чтобы понять, как качественно у меня плавно проходит анимация. Да, немного медленно для анимации. Нужно немного будет ускорить. Так, все ясно. Теперь подвигаю сюда этот выделитель. И точно так же проделываю и нажимаю скорость клипа. И уменьшаю скорость. Уменьшение это как бы быстрее делается. Ну, быстрее, немножко плавнее идет сюжет. Немножко плавнее идет анимация. Будет уже более приятно смотреть. Вот чем меньше, тем плавнее будет. Чтобы анимация хорошо получалась, нужно как можно больше делать фотографии, движений. Тогда фотография будет плавная. А если вы подвинули фигурку, сфотографировали, подвинули, сфотографировали, то естественно анимация будет плохая. Движение сделали, сфотографировали, сфотографировали, сделали. И тогда получится плавная анимация. Вот повторив то, что я хотел, теперь снова сохраняю и посмотрю, как то, что я уменьшал количество времени, поможет чуть-чуть увеличить плавность анимации. Так, вот видеофрагмент сохранился снова. Снова включаю, чтобы проверить, что получилось. Это как создается анимация. Как из фотографии получается анимация. Вот так, смотрите. Видите, как раз то, о чем я говорю. Чем плавнее будет, то тем интереснее будет. В следующем видео покажу другой урок. Субтитры сделал DimaTorzok